МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инициатива нашего президента сегодня стала осязаемым, признанным фактором международной жизни. Казахстан в мировом сообществе рассматривается как лидер в нераспространении ядерного оружия. В этом несомненная заслуга главы государства. Обладая четвертым по мощности ракетно-ядерным потенциалом на планете, то есть 1216 ядерными боеголовками, что превышало арсенала таких стран, как Великобритания, Франция, Китай вместе взятых, Казахстан отказался от такого статуса, присоединился к договору о нераспространении ядерного оружия. В 1996 году, будучи министром иностранных дел, я по поручению главы государства подписал в стенах ООН договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний. В 2005 году в Семипалатинске подписал договор о создании зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Данная акция была должным образом оценена в ООН. В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Казахстана приняла резолюцию о провозглашении 29 августа, дня закрытия Семипалатинского полигона, Международным днем действий против ядерных испытаний. Отдельно хотел бы упомянуть инициативу казахстанского лидера о созыве съездов лидеров мировых и традиционных религий. Данный форум крайне актуален в связи с резкой активизации религиозного экстремизма во всем мире. В этом году в Астане успешно прошел пятый съезд, на котором состоялись серьезные дискуссии по острейшим проблемам современности, выработанные рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций. В форуме впервые принимал участие Генеральный секретарь ООН. Хотел бы также напомнить об успешной реализации таких казахстанских инициатив, как создание регионального центра по превентивной дипломатии в Центральной Азии, формирование специальной программы ООН для экономик в Центральной Азии СПЕКА, создание региональных миротворческих сил с участием казахстанского батальона КАЗБАТ под эгидой ООН, учреждения Банка низкообогащенного Урана под эгидой МАГАТЭ. Сегодня Казахстан признан в мире как государство, обладающее авторитетом и влиянием в международном сообществе, как страна, выступающая за мир, безопасность, неуклонно выполняющая свои международные обязательства. Поэтому Казахстан выдвинул свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы. Избрание Казахстана в Совет Безопасности ООН дало бы возможность привлечь внимание международного сообщества к таким проблемам региона, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, энергетическая и продовольственная безопасность, дефицит водно-энергетических ресурсов, религиозный экстремизм и торговля людьми. Уважаемые участники, как вам известно, мне довелось в течение более двух лет работать в качестве заместителя генерального секретаря Организации Объемных Наций, генерального директора отделения ООН-инженерии, генерального секретаря конференции по разоружению. Впервые в истории ООН ее ключевое отделение возглавил представитель Азии. В этом видится признание авторитета Казахстана и, конечно же, нашего руководителя Ельбасы Султана Абишевича Назарбаева. Женевское отделение ООН является глобальным центром международной активности, где осуществляются политические, административные, протокольные, конференционные и информационные обеспечения около 10 тысяч международных мероприятий ежегодно, а также деятельности международных организаций в самой Женеве и более 70 организаций ООН по всему миру. Генеральный секретарь поручил мне усилить роль Женевского отделения ООН как центра многосторонней дипломатии. Одной из главных задач моей работы стала организация переговорного процесса по урегулированию сирийского кризиса. В этой связи хотел бы выделить первую министерскую конференцию по Сирии «Женева-1», состоявшуюся 30 июня 2012 года под председательством Генерального секретаря ООН Банки Муна и при модераторстве бывшего Генерального секретаря ООН Нобелевского лауреата Кофи Анана. На этом форуме было принято Женевское коммунике группы действий по Сирии, заложившее политическую основу возможного урегулирования сирийского кризиса. К сожалению, этот документ остается единственной договоренностью по конфликту с Сирией, так как дальнейшие переговоры не принесли результата. Более того, появился и развернул свою преступную деятельность крупнейший в истории человечество террористический интернационал. Самая актуальная задача в настоящее время это подавить международный терроризм, в противном случае будущего у Сирии как целостного государства не будет. Нужно помочь сирийскому народу выйти на путь мирного строительства. Эта страна, безусловно, нуждается в политических и экономических реформах, но они могут начаться только после ликвидации террористической угрозы при посредничестве и согласии ведущих держав. Важным направлением деятельности Женевского отделения ООН стали консультации и переговоры по иранской ядерной программе на протяжении 2013 года. По их итогам было достигнуто соглашение, ставшее отправной точкой последующих договоренностей по этому вопросу. Следует отметить, что стабилизация обстановки в Сирии, а также урегулирование иранской ядерной проблемы, это вопросы, имеющие отношение, можно сказать, непосредственное отношение к национальной безопасности Казахстана. Мы заинтересованы в мире и стабильности вокруг наших границ. На достижении этой цели сориентирована казахстанская внешняя политика. Мне также довелось участвовать в глобальном антиядерном саммите в Сеуле, других международных форумах, выполнять по поручению генерального секретаря деликатные дипломатические поручения и миссии в различных странах и в самой Женеве. В период моей работы в Женевском отделении были проведены реформы, направленные на внедрение так называемых «зеленых» технологий, и эта реформа была положительно оценена руководством Организации Объемных Наций. И она, самое главное, дала должный эффект. С точки зрения экономии в деятельности Женевского отделения ООН. Генеральный секретарь и руководство ООН дали положительную оценку и кадровой работе в Женевском отделении ООН. Она стала более прозрачной, и, я бы сказал, более справедливой. В целом, Женевское отделение по оценке дипломатического сообщества сильно прибавило как центр многосторонней политики и дипломатии. Хотел бы также напомнить, что в Женеве, в адвокации нации, был открыт многофункциональный конференционный зал «Казахстан», и его с удовольствием посещают как туристы, и он используется для проведения мероприятий в рамках ООН. Этим летом конференционный зал «Казахстан» посетил глава нашего государства. «Казахстан исходит из того, что ООН по-прежнему востребована, и нет альтернативы. Только под эгидой этой всемирной организации сообщества нации способны выработать эффективные и коллективные ответы на глобальные вызовы. В наших общих интересах продолжать работу по укреплению ООН как общечеловеческого достояния, которым мы должны, безусловно, дорожить». «Күрметті қатышылар! Бүгінде еліміз алып жанғыртулар қарсаңында тұр. Біз алдымызға әлемнің 30 дамыған мемлекеттінің мемлекеттінің қатарына тұру мақсатын қойдық. Осы бейік мақсатқа қол жеттіз үшін Бес институционалдық реформа бардаламасын ұске асырымыз қажетті. 2016 жылдың бірінші қантарыннан бастап, осы міндеттерді ұске асыры үшін жыл соңына дейін жүз нақты қадам ұл жоспарының заңамалық арқау қабылданады. Осы жұмыстың шемберінде беғы жылы 60 заң қабылдау жоспарында. Бүгінде парламент соңын 38-ын қабылдады. Бұл нормативтік қолықтық негіз жаңғыртылар кезеңің бейір кіргетасын айналып, еліміздің жақтың қолашағын қантамасы сететтеп сенемін. Сөзің соңында студенттерді, профессорлар мен оқушыларды Лев Гумилов атындағы Евразия ұлттық университетің жиырма жылдық мерейтоймен құтықтаймын, Қазақстанның білім және ғылым көп жерінде университетің үллесі арта беретіне мен әміл сенемін. Қаршаныңға қолай қарыштар келемін, Қаршаныңға қолай.